2019-й проходит под знаком года Малой Родины. Подводя итоги прошлого года, в Беларуси отметили повышение интереса к национальной культуре. Региональные фестивали и форумы стали популярнее как среди белорусов, так и у зарубежных гостей. Кроме того, многие инициативы по проведению культурных мероприятий сегодня выдвигают именно представители малых городов и деревень. Одна из первых выставок, посвященных Году Малой Родины, открылась в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Экспозицию «Сохранение и развитие нематериального наследия Беларуси» презентовал собственный фотокорреспондент Белта Сергей Холодилин. Подробнее в обзоре культурных событий с Евгением Кухаронок. Одной из самых интересных форм музейной работы является комплектование фонда. Ею занимаются такие специалисты, как реставраторы, хранители и научные сотрудники. Источников поступления новых экспонатов достаточно много, однако наиболее ценным является простая передача в дар предметов от обыкновенных людей. Дворец Румянцевых и Паскевичей приглашает на выставку «Сохраним наследие вместе». Экспозиция рассказывает о предметах, переданных в дар музею и дарителях. Здесь представлена мебель, картины, фотографии, документы, предметы быта, старопечатные рукописные книги, иконы. Теперь это музейные экспонаты и про их прошлую жизнь рассказывает экскурсовод. На сцене ДК «Железнодорожников» показали современную интерпретацию истории Дон Джоана. Московский театр «Миллениум» показал постановку «Проделки Дона Джоанни». Роль главного лавелласа исполнил знаменитый актер Гоша Куценко. Спектакль был полон острых и смешных ситуаций. Я лежу без поцелуев. Ага! Поцелуйте, вы все равно-то сделаете, равны. Знаменитые неглюбские рушники, стилизованная под старину современная свадьба, деревня с тремя жителями. В невероятное путешествие по Беларуси приглашает гомельский фотограф Сергей Холодилин. Его персональная выставка «Сохранение и развитие нематериального наследия Беларуси» открылась в выставочном зале ГГУ имени Франциска Скорина. А в областной библиотеке имени Ленина презентовали фоксимильное издание первого белорусского и восточноевропейского букваря. Оригинал книги был издан 400 лет назад в типографии Виленского православного братства Святого Духа. Фоксимиля, подготовленная специалистами Национальной библиотеки Беларуси, представляет собой трехтомник. Полноцветный букварь оригинального размера, его перевод на современный белорусский язык и сборник научных исследований на русском, белорусском и английском языках. Далее узнаем, что нас ждет на следующей неделе. Со 2 февраля в Гомельском цирке новая программа «Браво Брависсимо» в город приезжает легендарный клоун Дэвид Ларибли. Также зрители увидят выступления воздушных гимнастов, канатоходцев и номера с участием белых тигров, африканского носорога и северных оленей. А Светлогорский историко-краеведческий музей приглашает на этнографическую выставку «Белорусский рушник. Живая традиция». На ней представлены тканые рушники конца 19-го, начала 20-го века из деревни Полесси Светлогорского района. А далее киноафиша региона. 31 января в прокат выходит историческая драма «Фаворитка». В ней повествуется о возвышении одной придворной фаворитки за счет другой в начале 18-го века в Англии. Картина, между тем, стала лидером гонки за предстоящей премией «Оскар». У нее целых 10 номинаций. Также с четверга в кинотеатрах региона начнут показ российского фильма ужасов «Рассвет». В центре сюжета молодая девушка, которая внезапно лишается младшего брата. Ее начинают мучить кошмары, за помощью она обращается в институт сомнологией. Там ее погружают в сновидение, просыпается она уже в иной реальности. Для юных зрителей в прокате со 2 февраля вторая часть анимационной франшизы «Волки и овцы». Евгения Кухаронок, Александр Харлампов. Новости недели.